во имя отца и сына и святого духа аминь здравствуйте мужи братья сегодня проповедь будет называться понимание воскресенье проповедь игнатия тихоновича лапкина и вот я начинаю этот цикл проповедей спасительных для души потому что мы находимся в очень спящем состоянии и нам нужно чтобы кто-то почву нашего сердца рыхлил и это делается именно за счет проповедей которые мы должны слушать смотреть читать читать священное писание святых отцов и жить этим иначе нам не прожить на этом на этом свете в мире жизнь по-настоящему богу угодно и не спастись господи благослови понимание воскресенье как воскресенье понимали евреи и что заложено было в понятии воскресенье все ли знают мы часто слышим воскрес 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 а когда начинаешь расспрашивать то оказывается что совершенно ничего про воскресенье не знают и потому остается один звук от произнесенного слова да мы воскреснем и на этом все остановилось но в том то что воскресенье ничего нового не было даже для язычников это далеко не все но главное как воскреснуть и что тогда будет рассмотрим как понималось воскресение апостола евангелие от марка 9 глава 10 стих читаем что ученики удержали это слово которое христос говорил спрашивая друг друга что значит воскреснуть из мертвых это спрашивали природные евреи которые не изучали никаких других наук кроме учения моисеева что бог дал по выходу по выходу из египта они многое знали даже в возрасте пяти лет в это же учение входило понятие о вечности а возмездие за злые дела а награде за добрый этим пронизана вся библия весь ветхий завет и одни однако не понимали о воскресении из мертвых когда им господь об этом сказал наедине спрашивали что такое воскресение то есть о воскресении они знали но никто не знал что в это воскресение внес христос он говорил о чем-то совсем не о том потому что учение христа настолько не сходил с бывшим и 7 учением что они что они христа вообще не признавали за учитель не и не признавали его за мессию пришел к своим и свои не приняли и ученики наедине спрашивали друг друга что значит воскреснуть из мертвых что значит воскреснуть из мертвых то есть они знаем закон моисеев это спрашивали а мы русские нам все понятно мы не моисеева законы не знаю но нам все понятно или наоборот ничего не понятно дело в том что еврейском народе было уже разделение между собой во взглядах целая группа людей отделилась от них и при том евреи не иноземцы которые воскресении из мертвых вообще отвергли верили так что вот мы живем в этой жизни помогаем друг другу а зачем эти попы церковь просто давайте другу добро делать сейчас многие так говорят и они назывались садукеями они совершенно отвергли воскресение из мертвых матфея 22 23 в тот день приступили к нему садукеи которые говорили что нет воскресения вот мы это читаем писание и 1 коринфянам 15 глава 12 стих если же о христе проповедуются что он воскрес из мертвых то как некоторые из вас говорят что нет воскресения мертвых они не верю существование ангелов но за этим следует другое что нет воскресения из мертвых а значит нет и души у человека у язычников поднятия за гробом мире было хотя и превратное когда умирал больной человек большой человек царь то с ним его лошадей кололи а если это был их предводитель то с ним вместе весь гарем кололи резали жен потому что там то ему надо как-то жить чтобы ему тепло было и поэтому они не просто имели преимущество при жизни на преимущество и после смерти и хотя она умирает как в империи инков в америке где такое же был учение зато там она по-прежнему навсегда будет гури и самого оператора каждую ночь она будет обновляться и каждую ночь она опять будет девой это мусульманское учение на сегодняшний день такое понятие о воскресении христос принес совершенно другое которое не укладывалось ни в рамки языческих верований не в рамки еврейского понимания воскресения ученики это чувствовали на уровне подсознания и вопрос и ставили что означает воскресение которым он говорит марка 12 глава 25 стих ибо когда из мертвых воскреснут тогда не будут ни жениться не замуж выходить но будут как ангелы на небесах зачем это он говорил у них было и понятие такое земное как сегодня есть такие супер еретики которые свидетелями его вы называют а их правильно было называть боже свидетели под именем его ягодисты одним словом что у всех будут жены они верят в это это в их учение что они будут плодиться бесконечности будут заселять все планеты но только они сделаются пригодами для жилья там появляется атмосфера строить будут в книжках своих они показывают как они там шифер кладут на крышу такое понятие у них а христос говорит что ничего не будет подобного все плотские связи развору разорвутся никакого смысла плодиться не будет почему потому что не дать не достигая идеала мы оставляем это детям а может быть они что-то сделают не удалось тогда бабки кидать кидают все силы на внуков если не удалось не удалось них все вложить в себя вложить в них все вложить надо а может быть они достигнут идеала бабки не могут выразить словами но смысл именно в том чтобы дочери были счастливее их как и в песнях поется и такое было в каждом человеке почему потому что в каждом есть совесть и голос божий его тревожил но без посланников божий без писания божественно правильно понять и быть не может вот почему необходимо чтобы ученики христова всю до проповедали марка 12 глав 26 стих о мертвых что они воскреснут разве не читали в книге моисея как бог при купине сказал ему я бог авраама и бог исака и бог иакова и дальше поясняет что моисеев первился и бог бога и головы говорит исход 36 я бог отца твоего бог авраама бог исака и бог иакова суду ки пяти книжнее признавали а в этих словах при терновом кусте заключалась я сейчас сегодня есть их бог но и вчера был только и не вчера был только то есть я сейчас их бог а хотя их уже давно нету значит он бог живых а не мертвых саддуки и сразу вступились да просмотрели мы это как бы в своем учении если начинал апостол павел проповедать язычникам то он брал их божество жертвам и говорил что именно его проповедуют неведомый вам кто неведомый да это же христос вам неведомый и я его и проповедую деяния 17 глава 23 стих мы читаем ибо проходя я смотрю ваши святыни я нашел и жертвование на котором написано неведомому богу сего то которую вы не знаете чтите я проповедую вам чтобы мы не прочитали допустим чтобы мы не прочитали допустим попал в руки газета правда мы тут же о правде заговорим вот это как раз наша газета и есть это правда христе что он пришел в мир спасти нас грешников известия это самая хорошая газета название и потому что у нас есть известное известие радостное христос воскрес понимаете свободный курс называется газета а я как раз и говорю что свобода только во христе когда человек свободен грехов и у такого прямой курс он ко христу идет возьмите любое название любые их жертвы сатанинские бери и начинай пояснять о христе барнаул бар хороший аул селение вот я и говорю что самое хорошее селение это обители божии на небе я про барнаул как раз и проповедую твой собеседник и позабудет эту грязную сточную яму наркомании ты ему расскажи о воскресении христово в евангелии от лухи 16 2 31 стих мы читаем об откровении которое дается из ада оказывается что из ада одна же послание было но только его люди скрывают и не знают надо людям напомнить что из ада пришел к нам человек и рассказал все виденное но только он пришел при жизни рассказал это христос передает нам слова авраам и говорит лука 16 1 тогда урам сказал ему если моисея пророков не слушает то если бы кто из мертвых воскрес не поверит умерший грешник уже там и этот медведь один просится помочь такие же беспутным своим таким же беспутным своим братьям чудо воскресения имеет силу только при нашей вере а это подвиг знания мешают и я их должен отбросить занимаешь пост высокий знания миша имеешь а я знать не хочу ничего я верю что господь иисус христос воскрес а если кто воскреснет из мертвых то мудрецы века сего объяснят как случилось с клавдией устижанина бросит все силы на то чтобы доказать что она не воскресла что детскость это было у нее временная остановка сердца клинической смерти а вот с лазарем тут же ничего подобного нельзя было сказать прошло время же четыре дня так убить его надо тогда и не тоже не будет его иоанн 12 глава 10 стих перед священники же положили убить и лазаря вот как они обращались воскресенье из мертвых а можно было бы лазаря окружить вниманием пресс со всех сторон да с микрофоном интервью взять у него лазарь расскажи нам как ты там был что видел да и ты авраама видео мы ему поклоняемся почему ни одна газета не напечатают интервью с интервью с лазарем убить сегодня когда возвращает обмешавшие те кто был чуточку в мертвых то как нам интересно вздать виденное имя много прибавит после жизни обмиравшего добавить к его словам я встречался с клавдией книги этот ображаю совсем не так она рассказывала многое добавлено язычники о воскресенье имели какое-то понятие но извращенные его надо выправить за него но за него можно зацепиться они говорят что человек превращается из одного существа в другое скажем что мы точно так же верим верим в эту реинкарнацию в перерождение а как человек умирает и получает новое воскресшее тело от христа в судный день я с одной такой в больнице встретился и стал ее к учению подходить она растерялся становился я такого никогда не слышал думал что наше буддийское учение сильно отличается да нет нет вы просто не дошли до полного понимания воскресенья по-христиански как аполос только знал до иванного крещения а дальше не знал его активы с пески вы подучили пригласили дыреснили хорошо деяния 18 глава 25 26 стих мы как раз это читаем он был наставлен начатках пути господни и горе духом говорил и учила господи правильно зная только крещение иванова он начал смело говорить в синагоге услышав же его акила и прескила приняли его и точнее объяснили ему путь господень надо уметь разъяснить мы сегодня обращаемся к воскресшему христу научи нас господи воскрешенным разумом помочь людям воскреснуть из мертвых 1 коринфи 15 глава 30 стих какая же мне польза если мертвые не воскресают станем есть и пить ибо завтра умрем для чего все эти страны для чего же мы зарабатываем заботимся допустим на сто лет ты дальше проживешь но все равно мы на жизнь только корм червям набрали на себя эти телеса чужое мясо на свои кости почему чужой да потому что лишнее съели я вчера услышал радостное известие приезжают фотографы из потерявки я их спрашиваю как там они говорят что потеряя как-то не так что народ какой-то за замоленный батюшка такой радостный выйдет христос воскрес а они никак прошлый год отвечали я за это ухватился не замоленный а постились хорошо а вы для меня радостную вещь привезли постящиеся воины настоящие христовы да что вы а а мы подумали что наверно запостились даже ответь батюшки не могут мы-то отвечаем видите как подкрепившись уже а они такие потому что вы приехали врасплох застали и братья наши после поста найдено в тайных доспехах поста пасха христова она идет после голгофы и для нас великий пост установлен святыми отцами так это как бы проробор с голгофы мы же трудимся смиряем плоть свою смиряем порабощаем тело свое и вот они как бы пристали перед людьми мира сего художники до того удивились моему растолкованию я говорю это что настоящие бойцы утончились телом окреплю духом и даже ответить не могут ратосно но шепот их слышим и дьявол трепещет потому что они в посте и вы не расслышали как они трубили трубами духа какая же мне польза если мертвые не воскресают тогда станем есть и пить и веселиться завтра умрем так говорят язычники премудр слабо на 2 9 никто из нас не лишай себе участие в нашем наслаждении везде оставим следы веселья ибо это наша доля и на жеребий будем наслаждаться этой жизнью праведность ничего нам не приносит почему потому что у таких гуляк нет веры воскресения и воздая ну да если нет веры воскресения то нет веры и воздая не и следовательно как написано гуляй и веселись ибо завтра умрем и все закончится воскресение это самое главное что у нас есть главное христос нам в мучении и главное что он воскрес поэтому православных пасха на первом месте они рождество как католиков и это совершенно обоснованно без рождества нет воскресения но спаси но спасение то нам даром даром на воскресенье христа победа его он вернулся с плененами из ада он и нас пленил 1 1 3 2 возлюбленные мы теперь дети божьи но еще не открылась что будем знаем только что когда откроется будем подобно ему потому что увидим его как он есть это завеса жизни снято будет уаль будет сдернута сглаза земля перестанет быть прежней землей и все на ней сгорит тогда вечное откроется это что мы будем подобно ему это место толкует блаженный феофилак с буквой о о возлюбленные этот сказать невозможно посмотри на себя как человек под старость пятнами покрывается пятнами земля его как бы навозом забрасывает на кого же он похож делается земля зовет его будем подобно его его не лежащему в веслях не на голгофе воскресшим подобно ему и почему потому что увидим его как он есть вот это видение христа преображает человека вечность но это последний последующий шаг первый шаг что мы его увидели здесь увидели очами веры воскресли духовно и тогда только господь вознесет верных своих навстречу 2 колинфянам 5 16 потому отныне мы никого не знаем по плоти если же и знали христа по плоти то ныне уже не знаю эту фразу очень хорошо нужно звучит что мы знаем христа воскресшего учением мы принимаем и вы видели что у иисуса много было и в нем еще временной к нам он снизошел на землю теперь снова отец мой я иду славу который ты дал мне я иду к отцу моему к отцу вашему бога моего бога вашего он объединил нас апостола павел кто он такой другие апостол называют братом нашим павлом по большому большому счету мы можем сказать брат наш иисус священное писание даже это нам позволяет потому что он пришел к братьям своим евреям 2 12 возвещу имя твое братья мои посреди церкви воспою тебя но если он пришел к братьям то тот и доказывает то тут и доказывать нечего не надо выходит что и мы ему брать и мы ему дети и далее в духовном плане как понимать воскресенье выслушать еще раз о мертвом человеке можно сказать что он неподвижен и от него нет ни зла ни добра это тоже неверно от мертвого очень много за очень много зла в первую очередь то что он тлеет распространяется зараза и поэтому после цунами первое что сделали все надувшиеся трупы скорее в яму столкнули на фронте как бы труда не было первым делом нужно похоронить убитых иначе все лидию погибнут а еще говорят что от мертвого нет зла еще сколько зла дальние дали дурной его пример это уже в духовном плане прям в прямом истинном смысле по-настоящему живые люди только христиане а еще если взять то получится самые живые это православный но это только тогда когда они идут по учению православным когда точно исполняет предписание церковной пости о молитве о наших взаимоотношениях о церковном служении то есть все в совокупности церковь нам подобное дала чтобы мы как бы воскресшие летели за христом матфея 15 слепые прозревает и хромы и ходят и прокаженные очищаются глухие слышат и мертвый воскресает и нищие благовествуют эти слова христос сказал ученикам которых после почтальон и посыльными послал к ивану крестителю тот посылает ты ли тот кто придет а христос говорит скажи им что мертвый воскресает спрашивают о чем здесь речь мертвые во множественном числе это люди которые принимают бога и духовно раскрываются духовно сродняются с богом делаются новую тварью и такие воскресают из мертвых 1 петра 1 3 благословен бог и отец господь нашего иисуса христа по великой своей милости возродивший нас воскресением иисуса христа из мертвых купование живого вот смысл слов христос воскрес упование надежда полная надежда и уповая надеюсь получить обещанное воскресение иисуса христа и кто приветствуется с вами то ему скажите а ты знаешь что означает упование воскресение христа то что и нас он воскресит в этом вся надежда он воскрешает сегодня духовно и это упование дает римлянам 6 глава 4 стих и так мы погребли с ним в крещение крещением смерть дабы к христос воскрес из мертвых славы отца так и нам ходить в обновленной жизни сие слова читаются при крещении каждого человека и все это слышали когда-то но я знаю что когда крестят то люди мало что помнят как и те кого венчают или рукополагают я говорит думал только то чтобы не запнуться и не упасть только об этом думал лежал мертвый неподвижный и встал и стал благовествовать христос говорит мир вам так и нам быть в обновленной жизни были мертвые как мертвец в гробу теперь обновленные ефесянам 5 14 посему сказано встань спящий и воскресни из мертвых и осветить тебя христос эти слова сказано всему миру если человек неверующие то вы знаете что ничего не исполняет кроме крашеного яичка давится желудок может быть портит да и правильно тут подкрасить не могут химии красят отравляются ты скажи а ты знаешь что и ты должен воскреснуть а возможно и тогда когда осветит тебя христос ты поверь в учение христа есть такая книга библии есть в ней святой евангелий есть православная церковь который призывает каждого человека к покаянии к вере во христа апостол павел об этом пишет к язычникам колоссян 2 12 быв погребены с ним в крещении в нем вы и салак с воскресли веру в силу бога который воскресил его из мертвых вот где мы умерли в нем вы и с воскресли вот где наше воскресение если христос воскресе достиг у нас пусть это будет не просто звуком потому что даже за звук придется отвечать кому много дано из того многое спросится сколько раз батюшка приветствовал нас сколько мы целовались друг с другом на пасху и все это должно принести духовный плод воскресение из мертвых и об этом рассуждать нужно не один час не неделю только светлую седмицу как пример нам подает святой серафим саровский он пришел грань обыденности привычки традиции нарушил их пошел против и каждый день приветствовал всех христос воскресе быть может кто-то ему говорил потому что обычно такие люди неудовно кем считаются что он не понимает зажился и памяти нет ведь не пасха сегодня серафимушка радость моя христос воскрес он не мог от этого удержаться вот что мы должны говорить трудный человек когда он болезнь лежит но ты подойди к нему и скажи христос воскрес он за каждый день твоего страдания подаст тебе благословение ты получишь движимые руки если они недвижимы движимые ноги никакой болячки не будет ни стона ни печали ни воздыхания потому что нас искупил христос жертву своей это жизнь наша наша голгофа и она является предвестницей воскресения во христе иисусе когда архангельские трубы звучат то при последней трубе мертвые воскреснут и будут вознесли на облаках все изменится вся природа изменится и все мы будем одна все мы будем одного возраста с вами как считают книга варуха 1 глава 21 по 22 стих и не слушали мы глаза господа бога нашего во всех словах пророков которых он посылал к вам к нам и ходили каждый по мыслям злого сердца своего служа иным богам совершая злые дела перед отчаями господа бога нашего 3 езра 9 глава 31 по 30 30 по 31 стих слушай меня израиль и внимай слова моим семья кого вот я сею вас и закон мой и принесет вас плод и вы будете славиться в нем вечно что закон 30 глава 1 стих внимая небо я буду говорить и слушай земля слова уст моих исаи 1 2 слушайте небеса и внимайте и внимай земля потому что господь говорит я воспитал возвысил сыновей они возмутились против меня библии от бога но где мы можем ее найти через проповедующих через священников через чтение через женщину которую что-то разумное скажет слушая слово в библии встречает 179 раз нам не достаточно это в 179 раз бог останавливает нас на пути и говорит слушай не пропусти ты пришла не дремать а каждый раз спишь здесь сдрогни завтра благоприятное время кончится нам запретят собираться и это здание будет отобрана законно отобрана и нас закона разгонит на нас сегодня никто не давит а мы разбегаемся народ оказался не готов к принятию истины я гляжу со всего союза только-то и на скребли 12 двору 15 да и то остается уже 14 что у бога совсем все кончилось не кончилось просто на нас глупых может быть хочет показать насколько далеко мы ушли от бога из-за того что не слушали слово божие что потеряли благую часть дарованную на исход 23 глава до строить их если будете слушать глазом его и будешь исполнять все что скажут тебе и сохранишь завет мой то вы будете меня народом избранным из всех племен ибо вся земля бы вы будете у меня сасом с царственным священством и народом святым все слова скажи сынам израильям если ты будешь слушать глаза моего и исполнять все что скажу тебе то врагами будут врагом будут врагов твоих и противником противников твоих когда когда будете слушать слово божие библию и римея 26 глава 2 стих так говорит господь стань на дворе дома господне и скажи ко всем городам иудеи приходящим до поклонения в дом господне все те слова какие повелю тебе сказать им не убавь ни слова где мы можем это услышать господь говорит внимая словам рабов моих пророков которых я посылаю к вам с раннего утра и которых вы не слушать слышали это было сказано всей стране израилевой и избран народ божий один в мире 2896 нации на речи и господь говорит выслушай блусниться слова господь языки или 16 глава 25 стих при начале всякой дороге устроила себе возвышенные позорил красоту твою и раскидывал ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блуде я не твои этими словами называет израиль церковь израильскую да и каждую душу яков 44 перелюбодеи прелюбодейцы не знаете ли что дружба с миром есть вража против бога и так кто хочет быть другу миру тот становится врагом богу я не 44 многие же и слушающих слова уверовали и было число таковых людей около пяти тысяч рассказано какие плоды пожинают люди которые слушать слово божие обратились не от того что в храм пришли не от того что поехали по монастыря а от того что слышали святую библию 1 петра 1 12 ныне проповедано вам благовествовавшим духом святым посланным с небес римлянам 10 15 и как проповедовать если не будет посланы как написано как прекрасно ноги благовествующих мир благовествующих благое священник на исповеди должен спрашивать о том говоришь ли ты кому-то о христе епископ обязан спрашивать и посылать но конечно чтобы наученные были и знали что говорить и чтобы были научен надо любить слово божие деяния 10 руб 4 когда петр еще подложил эту речь дух святой сошел на всех слушающих слова дух святой сходит где хочет но слово божие говорит что все-таки на слушающих слова божие если не слушать человек слова божие не написано что у котла свиного где ты сидишь на тебя дух святой сойдет такое обещание бог не давал не скажем что в огороде когда кто трактор будет по тракторам будет пахать день и ночь на тебя дух святой сойдет но дух святой сошел на всех слушающих слова словом больше ничто в мире не называет скалым как единственный книг книги книг это библия деяние 13 44 следующую субботу почти весь город собрался слушать слово божие а у нас как суббота так разбегаются следующую субботу чтобы все собрались сюда и было проповедь опять господь силен благословить еще дать обильный поздний дождь оси 6 3 и так познаем будем стремиться познать господа как утренние заря явление его и он придет к нам как дождь как поздний дождь а рассидим каждый раз что это каждый раз думаешь что это последняя проповедь я истощился и больше у меня нет когда человек истощается в наклад на себя руки почему повесился есенин почему стрелился маяковцы и фадеи потому что кончился ресурс люди ждут нового а ничего нет и риме 3 3 зато были удержаны дожди и не было дождя позднего но у тебя был лоб блудницы ты отбросила стыд и риме 5 2 4 и не сказали в сердце своем убоимся господа бога нашего который дает нам дождь ранее и позднее свое время храни для нас седмицы назначены для жатвы для жатвы но и мы в старости должны быть сочные плодовиты и свежие почему потому что его вы с нами на эти словах не останавливайтесь не потому что старые люди такие боевые смелые активны что они такие с детства потому что бог их благословляет и так слово а сказано христом побуждает нас даже в этом двунадесятый праздник рождения богородица посмотреть на эти слова христа они только на слова женщины слова женщины исполняет это исполняет сегодня во всех православных католических храмах но слова сказано христом остались в полном пренебрежении потому что их надо слышать а до слышания должен быть проповедник и исполнитель и таким должен быть каждый из нас благословен господь даровашь нам слово христа чтобы мы достигли вечных обитий аминь